День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». И у нас, как всегда, затрагиваются проблемы. Проблемы, которые мы рассматриваем с домами многоквартирными, вопросы реновации, вопросы всякие, которые могут быть интересны нашим слушателям. На эти вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. И Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Здравствуйте. Добрый утро. У нас с прошлой передачи остались несколько вопросов, на которые мы не ответили. Я напомню, что вопросы можно присылать на WhatsApp. Номер WhatsApp 2-300-6191. 2-300-6191. Или звоните в прямой эфир 6-7-212-93-9. Первый вопрос, который хотел бы озвучить, в следующем заключается. Литовский проект. Плесень в квартире из-за швов наружных. И приходили из РНП, зафиксировали проблему, но сказали, что заделать швы можно только, когда сухо и тепло. А между тем, в соседнем доме у них другой управляющий сделали эту работу в ноябре. Как все-таки делать правильно? Спасибо за ответ. Конечно, делать, когда сухо и тепло лучше. Все-таки должно быть сухо, тепло и должны быть соответствующие условия, чтобы все нормально схватилось. Если уже очень течет, ну тогда делается в любое время. Но в этом случае нет гарантии, что эта проблема не вернется. То есть сделали все правильно, что отложили и сказали, что дождемся сухой и теплой погоды, чтобы сделать гарантированно и надолго. Полагаю, что да. Хорошо. Еще вопрос следующий у наших слушателей. Вопрос по реновации многоквартирного дома. Предположим, пишет слушатель, большинство принимает решение о реновации. У людей, которые, например, против этого, есть кредитные обязательства. И дальше он оговаривается только именно поэтому они были против. Их принудительно затаскивают в дополнительные кредитные обязательства. И у меня знакомая спросила в такой ситуации у своего банка, как они смотрят, сможет ли она взять еще один кредит, потянет ли один кредит. Они сказали, что разбирайтесь сами, то есть выход получается тупиковый. Надо платить, и ты заложник ситуации. А ведь это платежи не на один год. Ну вот, что делать в такой ситуации? Надо платить. Коротко надо платить, потому что речь же идет о том, что это эти работы, которые необходимы для того, чтобы повысить энергоэффективность дома и его сохранность. Это продлевает срок службы дома и сокращает издержки, связанные с текущими расходами. Поэтому в данном случае по закону большинство принимает решение, остальным надо платить. Никуда тут не денешься. Но я хочу подчеркнуть, что обычно эта нагрузка, которая появляется после того, как провели реновацию, не столь высокая, чтобы быть какой-то критической. Там много денег экономится на тепловой энергии, на отсутствие аварийных работ и так далее. Так что это почти не ощущается на текущем счете. Ну, я понимаю, что вопрос именно в том, что если вдруг банк не дает дополнительного кредита. Это не связанные вопросы. Кредит берет общность собственников квартир через уполномоченные персоны. И это общее обязательство перед банком общности собственников квартир. А индивидуальный кредит – это индивидуальный кредит. Там оценивают платежеспособность человека конкретно. То есть, как я понимаю, вопрос заключается в том, в опасении, что человек может не потянуть. И ответ в том, что сами уменьшение счетов в зимнее время за отопление, уменьшение каких-то выплат на аварийные работы, на какие-то всевозможные непредвиденные ситуации – это все поможет выравнивать эти счета. И, может быть, это не будет таким критичным и страшным. Это, да, совершенно верно. Но мы здесь берем частный случай кредита, пенсионеры, а одинокие люди. Но, к сожалению, дом-то сохранять надо. Ведь у того, кто там взял кредит, и это молодой, значит, активный человек, который надеется там нормально справиться с этими обязательствами. А если этот человек одинокий, если он пенсионер, то там другие ситуации. Но, к сожалению, если принято решение о реновации, то условия такие, других нет. 6-7-212-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. Пожалуйста, Ваш вопрос. Доброе утро. А вот если тот, который не хочет платить, продает квартиру в этом доме, должен ли платить потом новый владелец? Спасибо. Да. Дело в том, что это решение принимается собранием собственников квартиры, оно действительно и обязательно для всех, независимо от того, когда Вы приобрели квартиру, оно действительно и должно выполняться. Хорошо. То есть, ну, расширяя просто вопрос, получается так, что если действительно человек, ну, считая, что он не потянет, не сможет это сделать, он вправе, например, продать квартиру, приобрести там, ну, может быть, чуть меньшей площади или там похуже район, или, ну, то есть более дешевую, перепродать ее с вот всеми этими обязательствами перед... Ну, это, кстати, должен ведь знать, да, тогда тот, кто покупает квартиру, что там будет происходить реновация, и ему придется в этом участвовать. Ну, знать, да, но, в принципе, реновация – это не нечто такое особенно экзотическое, это ремонтные работы, и ремонтные работы, которые производятся над идеальной частью, ну, над общей частью имущества. Поэтому человек, когда покупает квартиру или продает квартиру, он продает ее вместе со своей долей общего имущества, и, соответственно, там все обязательства по общему имуществу просто переходят на нового владельца. Хочу подчеркнуть, что когда берется кредит на инновации, когда берет его общий собственника в квартир, то в этом случае для каждого индивидуально никаких ограничений под действием со своей недвижимостью нет. Вы можете совершенно свободно, никого не спрашивая, продавать, покупать, закладывать и передавать другим лицам. У нас, между тем, звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Алло, алло, добрый день. У меня вопрос, я думаю, к Сергею, потому что наверняка он с такими ситуациями сталкивался. Если вдруг кому-то случилось, значит, попасть на социальную помощь, ну, малые мучи, неимущие там все эти ситуации, скажите, и док берет кредит, социальная служба ему покрывает этот кредит или нет? Спасибо. Вы имеете в виду на инновацию? Если имеется в виду, что дом осуществляет инновацию, то вообще-то нигде эта позиция как кредит не проходит. Это необходимые издержки, это ремонт, это накопительный фонд. Насколько мне известно, до сегодняшнего дня никаких ограничений в этом плане по социальной помощи не было. Если человек получает социальную помощь, то он ее получает по положению, по крайней мере, реческой думы, он получает исходя из его доходов, то есть там должен быть определенный уровень доходов низкий, и размера квартплаты. Из чего структурирована квартплата, какие позиции в нее входят, это не рассматривается. То есть есть у вас квартплата там? Сергей, если дом принимает решение, дом или управляющая контора и прочее, и навешивается на людей кредит, все, эти кредиты не обязательно выплачивает социальная служба. Так? Компенсирует в общем порядке, не отдельно, социальная служба вам гасит кредит какой-то там. А социальная служба в соответствии с установленным порядком гасит или дает вам, выделяет помощь, исходя из размера счета и ваших доходов. Вот и все. То есть люди, стоящие на социалке, ничем не рискуют их? Нет. Абсолютно. Понял. Да, спасибо. Спасибо. 6-7-212-93-9 или 6-7-213-93-9. У нас есть две линии, по которым можно звонить, задавать ваши вопросы в программу «Добро пожаловаться» или пишите на номер WhatsApp 2-0-6-1-9-1. Сергей Сидорко и Эвергундриф ответят на них. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня интересует кредит на реновацию. Как банк дает? Он пенсионерам по достижении 70 лет вообще ничего не дает. Я лично звонил банку. Так он индивидуально с каждым будет. Он невозможно будет вообще получить кредиты. Но и реновация невозможна получается. И нигде денег никто не дает. Ни государства, никто. Тем более банки. Я не совсем понял. Ну, очевидно, все-таки человек считает, что каждый из владельцев квартир получает кредит на реновацию отдельно. Но мы только что говорили о том, что это не так, что кредит получает весь дом, то есть все сообщество владельцев квартир. Да, совершенно верно. Кредит берет, ну, копий, по-латыски копий, общность собственников квартир. То есть собрание принимает решение и назначает уполномоченные персоны. Ей может быть управляющий или физическое лицо. Или кто-то еще. И в этом случае кредит выдается именно общности собственников квартиры. Банк оценивает. Единственное, что оценивает банк, это платежеспособность дома. Насколько высока платежная дисциплина в доме. Ни возраст, ни индивидуально, кто там скрывается за каждым, за владельцем квартиры номер 5 или номер 6, никто не анализирует. Смотрит так. Должна быть определенного уровня платежная дисциплина и решения, принятые в соответствии с требованиями. 6-7-212-93-9, номер телефона. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я извиняюсь, у нас вот такая проблемка. Дом на реновации был, да, вот, еще не закончено. Ну, строительные работы закончились. И вот, значит, это самое, окно на кухне, меняли окно, двери все, и окно на кухне поставили, оконный блок. И, ну, через 8 месяцев трещинка пошла эта самая. Пришел мастер, который ставил, сфотографировал, сказал, ну, вроде производственный брак. А потом начальник позвонил где-то через 2 недели и сказал, ну, это вы сами разбили. Ну, вот, вот, как, как быть, ну, документы еще не оформлены на дом, вот, где-то, где-то на реновацию. Ну, это типичный спор по гарантийным претензиям. Я не знаю, ты что-то можешь сказать? С технической точки зрения рассматривать, ну, это или механическое повреждение было, или там нужно доказывать с фотофиксациями трещины, что нет там какого-то, не знаю, угла, или еще чего-то, где было металлическое какое-то воздействие на стекло. Да, и понятно, что она просто треснула при монтаже, но раз бумаги еще не прошли о том, что работы не сданы, ну, сейчас правильный момент, звонить в колокола, сказать, что вы не согласны, и писать письмо организатору этих всех работ о том, что, ребята, у меня тут вот при монтаже треснуло стекло, и прошу поменять по гарантии. Потом механически, чтобы вы поняли, видно, да, там стекло, стекло, если где-то чем-то на него попали, да, там же видно момент удара, да, точку удара. Да, пожалуйста. Еще. Да, пожалуйста, ваш вопрос. У меня такое дело. Я, значит, живу в кооперативном доме, и в течение нескольких лет у меня квартира застрахована в БТА. В течение нескольких лет без конца у меня заливают сверху соседей. Сосед живет инвалид с детства. Ну, там еще кто-то живет, я не знаю. Но факт то, что никакие меры не могут принять. Вот в этом, в течение, мне уже сделали один раз капитальный ремонт, за счет них 1360 евро заплатили. Я инвалид второй группы, я не могу ходить там по всем БТА везде. Сейчас опять затопили. И наш кооператив говорит, что обращайтесь в полицию. В полицию я обращалась, они сказали, это должен делать кооператив. Скажите все-таки, кто должен мне помочь, чтобы что-то сделали, чтобы не затопляли? Вот в мае месяце затопили, я уже не стала подавать в БТА. И вот здесь 16 числа опять меня затопили. То, что вы не стали подавать в БТА, это ваш жест какой-то доброй непонятной воли или нежелания. Вам бегать никуда не надо. Позвонили по телефону, как всегда на передачу, и вам придет экспертный обследователь. Я позвонила, но дело в чем? У меня к вам вопрос. А что вы ждете от кооператива? Что должен сделать управляющий в этом случае? Провести воспитательную беседу, изолировать этого инвалида. Что вы ждете от управляющего? Я не знаю, я не знаю, я у вас спрашиваю, есть какие-то... Я могу сказать так, мы можем только обслуживать коммуникацию. Если коммуникация, если там трубы в порядке, а скорее всего это так, а заливают, потому что человек либо забывает закрыть, либо еще что-то проделает. Нет, нет, у него даже не было унитаза одно время, и сейчас нет бачка сливного. И вообще там трубы все страшные, прогоревшие. Ну, опять-таки я могу сказать, за трубы управляющие отвечают, а вот что делать с такими квартирами, с такими людьми, я не знаю. Я могу вам сказать так, нет закона, который позволил бы изолировать этого человека. Да я не хочу его изолировать, но дело в том, что... Ну, понимаете, я хочу вам сказать, извините, я с вами просто хочу подискутировать. Вы говорите, вот мне должны помочь. Как? Вот как? Пойти туда, сделать полный капитальный ремонт, кто оплатит. Потому что это частная собственность, за это должен кто-то оплатить. Если этот человек не выражает своей воле, что сделаете мне ремонт, вы туда прийти, что-то насильно сделаете. Поэтому, к сожалению, есть только один вариант. У вас квартира застрахована, получайте компенсацию от страховой компании. Может быть, Айва что-то подскажет, но мне трудно что-то... Абсолютно правильно, потому что страховая компания дальше разберется, кто виноват и почему виноват. Да, то есть мы тоже там получили так же решение суда в прошлой неделе, где суд четко разбирал какую ситуацию. Абсолютно нельзя сделать. Еще раз, еще раз, пожалуйста, повторите, потому что вас плохо слышно очень. Я говорю, акты у меня все целы, заявление без конца пишу. Но, не знаю, не знаю. Вы знаете, я сама ходить не могу, у меня сама уже 80 лет, поэтому мне трудно. Ну так вам говорят, что вы можете не ходить, вы можете решать это по телефону. А что вообще? Радиослушанница подняла очень серьезный вопрос, но в Латвии он, насколько я понимаю, не вещал. У меня есть... Было несколько жильцов, которые ходили, они были... Ну, вели себя, скажем, мягко говоря, странно, и в том числе обещали взорвать весь дом при помощи газа в квартире. Никакого воздействия на них никто не может оказать. И это очень большая проблема, когда люди начинают вести себя или неадекватно, или абсолютно, ну, как-то вот... Не вписываясь в общий порядок, но в этом случае я не могу, не знаю способов воздействия. Ну, то есть... Извините, Олег. Здесь один способ, ну, нужно на данный момент набраться терпения и просто каждый раз вызывать страховщиков. Ну, поверьте мне, страховщики своим административным юридическим ресурсом, они эти убытки терпеть не будут. И они будут дальше разбираться. И ответственная персона, если это персона вот сверху, ну, она рано-поздно же поймёт, что что-то нужно делать, да, или какие-то службы им помогут, так как там придут уже исковые дела туда, да, и в том числе, если они не будут взысканы, ну, там пойдёт взыск на квартиру. Ну, ну, зачем терпеть? Ну, вот, ну, нет, можно, если нравится, да, или хочется и потерпеть, да, но в данной ситуации не надо терпеть. Есть проблема, вызов страховщика дальше, который разберётся. Ну, то, что я вот только что говорил с Сергеем, ну, и вам, о том, что вот буквально прошлую неделю мы получили тоже вот решение уже суда, где суд разобрался по иску страховщика, кто ответственен, да, вот ситуация протекло, кто-то пострадал, выплатили тысячу с чем-то евро компенсации, ну, и кто в ответе, всё, взыскать. Наверное, месяца 3-4 прошло с подачи, да, ну, мы видим по хронологии суда. Суды работают быстро, страховщики особо не затягивают с этими делами, но нужно поддаваться. Здесь есть существенный момент, кто живёт, это одно, а кто собственник. Ведь отвечает за действия персон, который находится в пределах вашей собственности, сам собственник. Он несёт ответственность. Если вот в случае радиослушательницы, там живёт инвалид, а собственник кто-то другой, то все иски будут направлены против него. То есть, как Айлергия говорит, страховая компания констатирует, что собственник не предпринимает мер для устранения вот этого страхового риска, и дальше начнутся действия против собственника. Но другого, к сожалению, механизма нет. Но мне кажется, как раз, вот я и хотел сказать, что этот механизм достаточно, ну, логичный, и понятно, что страховой компании должно, ну, надоесть вот то, что постоянно происходит такие, и такого рода чрезвычайные ситуации, и если вот, ну, тот нарушитель спокойствия не сможет каждый раз оплачивать по полторы тысячи евро за каждый ремонт, то, очевидно, ну, тогда начнётся взыск с квартиры, и квартира поменяет владельца, и тогда, ну, лишится ситуация сама собой. Ёсткий вариант, ну, правильно. Между тем, вот, просят, а вот прошу господина Гонтарева подробнее рассказать о малых ремонтах в отдельных парадных. Такое вот пришло сообщение. Ну, это, наверное, тема с прошлой передачи, где, как один из плюсов нового голосования, где вот сколько пришлось, столько проголосовали, я упомянул, что вот в таких случаях, при вот таких косметических ремонтах, это было бы проще, так как на данный момент закон не распределяет, да, там, а эта лестничная клетка про себя голосует, или эта лестничная клетка про себя голосует. Дома распределили, если на одном земельном участке находится несколько строений, и они все под одним адресом одной юрисдикции, да, тогда закон сейчас распределил, что каждый дом про себя, этим земельным участком, который находится вот в одной земельной книге, они могут решать уже сам по себе. Но если, например, в доме находятся три лестничные клетки, тогда все еще по закону должны все три голосовать за эту одну, да, которая решила голосовать, что нелогично, да, и что вот это голосование, про которое мы, новшество, которое сейчас в законодательстве хотят изменить, где голосуют те, кто прошли, ну, тогда, скорее всего, вот придет только та лестничная клетка, где будет поставлен вопрос только про ее косметический ремонт, да, они проголосуют и смогут ее реализовать. Но это тогда, скорее всего, чтобы полностью было все перекрыто и правильно перекрыто в законе, тогда нужно так и сказать, что вот каждая лестничная клетка про такие вопросы могут сами и проголосовать, чтобы не было абсурда, что лестничная клетка номер один проголосовалась за свой косметический ремонт, потом лестничная клетка номер два и три отменили это решение, потому что юридически так может получиться. Так что на данный момент регулировки нет этого вопроса, и его пытаются как-то белыми нитками зашить. Кто-то ходит и просто собирает все росписи из именно этой лестничной клетки, да, и пытается как-то вот, ну, вот, решить тому, кому это важно. Еще один звонок, 67212-93-9, напомню, телефон, здравствуйте. Доброе утро. Тут такой вопрос у меня возник. В зависимости от температуры воздуха на улице, соответственно, должно быть соответствующей температуре водой радиатора. Так вот, как определить? По-другому, я не тёпленький, а по-другому, я не тёпленький для отопления. И второй у меня вопрос небольшой. Если наша котельная работает на этой древесной щепе, то, соответственно, мне такая должна быть стоимость отопления дешевле, чем те, которые отапливают газом, или они правы, как вы считаете? Так, первый вопрос был по поводу того, как зависит температура радиаторов от температуры окружающей среды, и вообще, кто за этим, наверное, следит? Ну, стандартная, автоматика. Если мы говорим о стандартном варианте, то в доме стоит автоматик, который учитывает температуру окружающей среды, и в соответствии от температуры окружающей среды определяет, учитывается необходимая температура теплоносителя. Но я хочу подчеркнуть, что главным параметром во всем этом является не вот этот алгоритм, а то, что этот алгоритм должен обеспечивать температуру в помещениях в пределах не ниже 18, но и не больше 20 градусов. Вот в этих пределах и надо смотреть. Не надо щупать батарею, надо мерить температуру в помещении. Если у вас в помещении обеспечена температура не ниже 18 градусов, то все нормально. Если больше 20, то это тоже такой сигнал, с которым надо разбираться, а в принципе следит за этим круглосуточная автоматика. Так, у нас еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста. Такой вопрос по малым ремонтам. В свое время мы в общем собрании приняли решение, что эти малые ремонты будут оплачиваться за счет жильцов каждого отдельного парадного. Такой вопрос. Правильно ли это юридически? Правильно ли это юридически? И второй вопрос. Как можно ли оплату этого ремонта растянуть на несколько лет? И можно ли тогда РНП высчитывать каким-то образом деньги именно жильцов этого парадного? Спасибо. Вопрос понял. Возможно, да, если корректно принять все решения о том, что начиная с голосования про этот, если весь дом, например, принимает одиннажды такое решение о том, что каждая лестничная клетка голосует про свой ремонт, то есть дальше уже голосует только голосами именно этой лестничной клетки и определяет также платежи именно голосами именно этой лестничной клеткой. И тогда дать задание РНП также учитывать все издержки платежей именно по этой лестничной клетке. Это возможно. У нас еще один звонок. Я хотел бы подчеркнуть, что когда такое голосование по одной лестничной клетке, здесь ключевой вопрос, а кто будет оплачивать банкет? Кто будет оплачивать ремонт? Если собирается одна лестничная клетка и говорит, что мы за общие деньги дома будем делать ремонт своей лестничной клетки, то для меня такое решение весьма сомнительное. Потому что дом собирает деньги на общие нужды. А тут начинается локализация этих денег. Так обычно не работает. Поэтому принципиально так. Сегодня есть такая практика. У меня в некоторых домах собирается лестничная клетка, они принимают постановление, что они у себя делают косметическим ремонт, оплачивают это дополнительными деньгами. И пожалуйста, нет вопросов. Закон этого не запрещает. А вот использование денег, общих денег дома, накопительного фонда, вот здесь есть ограничение, что это должно быть обещание дома. И в этом случае, если меньшинством будет приниматься, локальным меньшинством, ну тут возможны проблемы. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще один раз. У меня такой вопрос, чтобы не ответили на который. Так что будет дешевле? Это отапливать жилье, допустим, газом, или как у нас котельная работает на дереве, на сипе. И как это можно поделиться, значит. Что дешевле? Я же не знаю, какое оборудование стоит в вашем доме. Что дешевле? Ну, вы можете посмотреть по открытым источникам, сколько стоит кубометр газа, сколько стоит аналогичное по теплотворности количество щипы. Ну, а дальше надо считать. А что дешевле? Ну, надо сначала считать, сколько будет стоить оборудовать подобным оборудованием. Есть ли возможность? Сколько будет стоить подтянуть газ, сколько будет стоить... Щипа же очень хороша во всем, но только ее нужны большие запасы, значит, нужно место для ее хранения. Это же не так, что просто подвезли два совочка щипы, бросили в котел, побежали за следующими двумя. Значит, там должны быть соответствующие емкости для автоматической подачи. То есть это нужно считать. А если судить по цене, то примерно сейчас, насколько я понимаю, цена образования, один киловатт, сейчас все источники энергии, газ, щипа, дрова, все оценивается в киловаттах. И примерно цена одного киловатта, она примерно одинаковая для всех. Так что здесь выигрыша большого на источнике вы не получите. Еще один звонок сразу. Здравствуйте. Добрый день. Извините, пожалуйста, вот я не поняла. Интересная ситуация. Значит, если что-то произошло, какая-то небольшая поломка, требующая маленького ремонта, то оплачивают это те, к чему подъезду это относится. А если это в общем теплоузле, надо поменять какой-то небольшой там узел, то это кто будет оплачивать? К какому подъезду это отнесете? И еще один вопрос. Неверно трактуете то, что вы не услышали. А это решение кто-то утверждает? Спасибо. Значит, еще раз тогда уточню то, что мы с Айровым пытаемся объяснить. Если речь идет о локальном благоустройстве одной лестничной клетки, не трогая все остальные четыре в вашем доме, то это должно быть профинансировано теми, кто это благо получает. То есть, то лестничная клетка. Если вещь идет о том, что в любом месте дома произошла какая-либо поломка, либо там проявился какой-то дефект на общей части имущества, то он в этом случае устраняется за общий день. Поломка будет в теплоузле или, допустим, разбили окно в одном из подъездов и так далее. Это все является общим имуществом, и это все оплачивается за счет накопительного фонда. А вот такие локальные работы, когда весь, касающийся всего дома, ну точно так же один подъезд может принять, вот и мы хотим себе поменять стояки. Вроде бы правильное дело, но если весь остальный дом против, то кто должен оплачивать это? Ну, давайте говорить так логично. И вот здесь вот выделять один какой-то конкретно дом, закон пока не предусматривает. То есть, если вы хотите выделиться, то вы должны, наверное, подумать о том, как вы оплатите. Это не за счет накопительного фонда. Хорошо. Еще один звонок. 67212-93D. Здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы немножко уточнить. Если температура в квартире плюс 16 градусов, не 18, а плюс 16, кому жаловать, кому зряхо подавать, чтобы это теплоузле отрегулировали. Один раз отрегулировали, чтобы не надо было каждый раз кататься туда, чтобы это теплоузле регулировать, регулировать, регулировать. Один раз отрегулировали, легче на этом дело забыть. Кому жаловать или кому пишать, заявку подавать. У вас есть обслуживающая организация, которая обеспечивает вам обслуживание дома, в том числе она и отвечает за то, чтобы у вас температура соответствовала нормативам. Звоните в свою обслуживающую организацию. Ну, раньше это Рига с ним спарбалники, а раньше нас этим делали, занимался Север Рига с Филпомс. Вам не надо думать, кто чем занимается. Вы обязаны вас обеспечить нормальной температурой Вига с Номопарбалниксом. То, что у него есть для этого подрядчики, я там не могу сказать, кто там Вига с сервисом или кто еще, он это должен обеспечить. Вы должны общаться в первую очередь с управляющим. То есть, а заявку надо подавать ему в письменном виде, или можете по телефону позвонить? Ну, этого я не знаю как-то. Я бы советовал в письменном виде. Ну, я сказал, спасибо, благодарю. Спасибо, потому что, ну, наверное, в письменном виде то, что остается как бы свидетельство, что человек обращался, а так звонок, может, не зафиксирован. Здравствуйте, еще один звонок, успеем принять. Алло. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире, пожалуйста. Ваш вопрос. Молчит человек. 6, 7, 212, 93, 9. Если вдруг последние у нас просто минуты эфира, есть возможность, вот я вижу, то мигает, то срывается у нас. Наверное, линия плохо работает. Между тем, ну, давайте попробуем принять. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, господин Пека, в какое время повтор вашей программы? И по каким дням? Спасибо. Спасибо, да. Мы стараемся повторять по выходным дням. Вот точно я не смогу, наверное, сказать, в какой выходной день выходит. Когда нету программы Леля Резника-Мартова, она повторяется также и в понедельник вечером. Есть еще один вопрос, я не знаю, вот, наверное, еще успеем. А если сегодня финансовая возможность дома хорошая, и банк выдал кредит на ремонт, а завтра сменились владельцы квартир, кредит передается на новых владельцев, спрашивает слушатель. Да, мы уже ответили на этот вопрос. Да, по-моему, мы уже отвечали. Ну что же, спасибо большое. Наверное, если больше нет вопросов, мы будем закругляться. Я напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечали председатель правления товарищества Центр консультации и собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Ну, давайте, вот, последний вопрос еще есть. Здравствуйте. Извиняюсь, я хочу ответить этой слушательнице, которая только позвонила. В субботу, мол, в понедельник в 13.00. В понедельник в 13.00 идет повторение. Ну, не совсем. У нас иногда просто повторяются фрагменты программы. Спасибо большое. И также Айвар Гонтерев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, отвечали на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, оставляйте их в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. И тогда до встречи в следующий понедельник. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.